Мы договорились, как вы помните, с Домером Каменевым, биологом, что он сделает доклад, что предптицы были созданы Богом, а я сделал доклад, что они происходили от бывших людей и началом мезозоя. Но Каменев почему-то не пришел. Анатомическое развитие человека и птиц столь велико, что редко кому приходит в голову эритическая мысль, что птицы – это бывшие люди. Редкая птица долетает до середины Днепра, говорю в Гоголь, да еще и приспособленная к полету. Но все-таки есть такие люди, кому такие мысли приходят в голову. Одним из таких авторов, высказывал такое суждение, был Платон, вероятно, первым. А может и не первым. Кто его знает? Древнегреческий философ. Вот цитата. «Растить на себе перья вместе болос, дать начало племени птиц пришлось мужам незлобивым, однако легкомысленным, а именно таким, которые любили умствовать о том, о сём, что находится над землей. Но по простоте душевной полагали, что будто наивысшая достоверность в таких вопросах принадлежит зрению». Очень хорошо сказано. Платон, Тимея, 360-й год до новой эры. Бывшее человеческое тело переделано в тело птиц при помощи адаптации приспособлений, это я уже от себя говорю. Здесь мы видим никаких последствий действия пресловутого естественного отбора. Ну не видим мы этого естественного отбора, ну никак. Самое любопытное, что разные органы и системы птиц переделаны из человеческих независимо друг от друга. Независимо. А это начисто опровергает теорию естественного отбора выживания наиболее приспособленных особей в популяциях. Скорее всего, предкиптиц происходит из бывших людей, потерявших разум, которые не перешли к четвероногому существованию, как, например, млекопитающие, а инволюционировали в двуногом положении, то есть инволюционировали, деградировали условно на популярном языке сленги в двуногом положении. Таковы не только птицы, но и потомки многих мезозойских бывших людей, кого обычно называют архозаврами. Однако двуногий способ передвижения предков архозавров был весьма своеобразный. Они от стопа хождения, характерного для людей, перешли к пальцах хождению, то есть они стали на высочках ходить, сохранив двуногость, не ходить даже, а бегать. Это было связано с пищевой стратегией. В начале мезозоя ощущался явный дефицит двуногой скотины. Двуногой скотины был дефицит, на который могли бы охотиться двуногие же хищники. Скорее всего, столь необычный способ инволюции был связан с тем, что в самом начале мезозоя, опять-таки 250 миллионов, на нашей планете назад ощущался дефицит животных. Ну, я уже это сказал, предки архозавров были двуногими каннибалами. Иные пищевые стратегии были сильно для них ограничены из-за дефицита животных и растений, подходящих для питания. Предшествие мезозоя, это объяснение, Пермское вымирание произошло, 200, вот его пик огромный, пик, самое великое вымирание, 252 миллиона лет назад погибло 96 морских позвоночных и 73 наземных. Можно предположить, что великое вымирание связано с очередным вселением на Землю людей с последующим быстрым размножением, которое сопровождалось целенаправленным истреблением позвоночных в качестве источника пищи, как таивших угрозу для дальнейшего существования людей. Возможно, люди, появившиеся на нашей планете в самом конце палеозоя ранее, 252 миллионов лет назад, привезли с собой семена новых покрытосеменных растений, обладающих вкусными плодами. Но разбитых садов и огорода с овощными культурами было явно недостаточно, я так думаю. В принципе, для их возделывания культуривания нужен был разум, культивирование, а именно его новые вырожденцы рода человеческого стали терять, перейдя от вегетарианства к поеданию себе подобных. Ну, здесь было показано, когда появляются покрытосеменные, они с некоторым опозданием в палеонтологической летописи появляются, ну, где-то там 200-130 миллионов лет, но это связано, скорее всего, с тофономическим эффектом. То есть, одно дело сады разводить локально, а другое дело, когда они захватят всю планету, естественным образом дички станут размножаться. После того, как позвоночные были, ну, естественно, сохранятся, они будут лучше в тофономический эффект, в ископаемом состоянии, когда они захватят всю планету. После того, как позвоночные были практически истреблены при дальнейшем росте числа людей, стремительно терявших разум, популяции, населявшие в то время Землю, переключились на каннибализм. Очевидные предки птиц были двуногими каннибалами. Адаптация к быстрому бегу с последующей связкой, схваткой, способствующей пальцехождению, увеличению размеров челюстей зубов, как орудие убийства последовала. Именно этим объясняется то, что в мезозойских двуногих рептилиях, хищных динозаврах, крокодилах были такие огромные. Ну, и крокодилы на двух ногах ходили ранее, это хорошо известно из палеонтологии. Огромные зубы и челюсти шла жесточайшая конкуренция между популяциями бывших людей. Те, кто быстрее бегал, был более вертким. У кого были большие челюсти и зубы, тот и выигрывал гонку на выживание. То есть феноменальная история, когда хищники охотились на хищников. При наклоне конкурса вперед, при быстром беге на мысках, важную роль в качестве балансира и руля начинает играть увеличивающийся хвост. Таким образом, хвост появляется не только у четыряногих, но и двуногих форм бывших людей. Это очень важная деталь. Почему она важная? Ну, потому что хищнический образ жизни, в общем, и особый стиль для добывания добычи. У предков птиц и мезозойских рептилий появляется кинетизм костей для удобства схватывания пищи. Глотание верхней челюсти стало двигаться независимо от мозга, ну, от мозговой коробки. Дополнительные височные окна, то есть, чтобы облегчить уже челюсти и зубы, вес черепа и острые большие конические зубы. Это уже как адаптация к этому образу жизни. Ну, и понятно, что у человека существует височно-нижний челюстной сустав. И, в общем-то, мы открываем, закрываем рот. Но этого недостаточно, чтобы перейти, как говорится, на двух ногах к каннибализму с угонными какими-то свойствами и охотиться на хищников. Поэтому направление инволюции в начале мезозой шло от человека к рептилим птицам. И возник второй сустав, который эволюционисты называют первичным. На самом деле, это не первичный. Здесь мы видим суставы внутреннего уха. Часть из них стала, в принципе, новым суставом. У двуногих предков мезозойских рептилий птиц из-за широкого раскрывания пасти хищничество развивается другой челюстной сустав на основе недоразвитых косточек уха. В эмбриональном периоде эти косточки уха, молоточек и наковальня, они как раз образовали этот сустав. Это позволило значительно увеличить скорость открывания и закрывания рта, а также скорость его захлопывания вместе с тем, что в эту пасть попало. И немаловажно при хищническом образе жизни, а также длину и силу челюстей. Это тоже увеличило. Тут вот сравнить на анатомию человеческого и крокодильевого верхняя челюсть. Эволюционисты, беющие в эволюцию, утверждают обратное, что слуховые косточки человеческого уха, молоточек и наковальня, являются рундиментом первичного челюстного сустава. По их мнению. На самом деле, они глубоко ошибаются. Ну и, конечно, совершенно независимым образом этот челюстной сустав сформировался у потомков мезозойского человека из-за многократно возросших нагрузок на челюсти и зубы. И понятное дело, что это все позволяло, еще раз повторю, увеличить силу укуса и шире скрывать пасть. Причем аналогичное было у других форм, которые жили в Перми, и то же самое формировалось, но параллельно и независимо в другое время. В другие временные геологические периоды. Таким образом, в мезозое некогда единая планетарная популяция бывших людей начинает активно инволюционировать на двух ногах уже. Это была новость. Новость для этой планеты. Они стремительно стали разделяться на разные дочерние популяции, которые через короткое время превратились в разные виды. Это роды, классы, птицы, крокодиломорфы, птерозавры, динозавры. Бывшие люди мезозоя создавали новые трофические ниши, экологические цепочки. Этот процесс объективно способствовал быстрому образованию множества новых видов архозавров, хищников, растительноядных, на которых хищники охотились. То есть появление роговых защитных образований кожи. Ну а стеодерн, который мы, например, видим у крокодилов, у некоторых динозавров, ну и у других, было связано с высокой степенью опасности подвергнуться нападению. То есть это щитки, которые внутри кожи развивались и, в общем-то, они способствовали, так сказать, охране тушки тела, ну а также терморегуляции, экономии влаги. У птиц, в отличие от некоторых рептилий, полностью исчез мочевой пузырь. У некоторых рептилий, например, у крокодилов мочевой пузырь у дементаля, то есть был, ну, исчез, но не до конца. Птицам незачем таскать в полете с собой лишнюю мочу. Зачем нам моча птицу лишняя, которая утяжеляет организм. Мочевая кислота выделяется прямо на лету в виде полусухой кашицы. Очень даже приятно. Для экономии влаги, ну, в полете, покапал и пописал, в общем, на кого, это уже другой вопрос. В общем, для экономии влаги изменился метаболизм организмов будущих птиц и рептилий. Мочевина при выведении, требующей нейтрализации вредного воздействия на организм и большого количества мочи, была заменена на менее токсичную мочевую кислоту. Все очень разумно, приспособительно и адаптивно. Сухой и жаркий климат мезозои привел к появлению предков архозавров множество адаптации. Одной из них было появление перьев. Другая адаптация – переход от живорождения к яйцекладению. О перьях поговорим попозже. Яйцекладение способствовало ускорению сроков репродукции, а также увеличению числа выживших потомков, что играло важную роль в условиях жесткой конкуренции. Ну, здесь показано сначала ребятенки, потом уже зверенки, а потом уже дизеверенки, а потом уже крокодиленки, птиленки и так далее. Ну, в смысле, птицы, ну, в смысле, птенчики. Предки птиц были живородящие и выкармливали детенышей, ну, может быть, они выглядели так, это, конечно, все, ну, как бы непонятно. Ну, в смысле, в перьях живородящие двуногие. Для облегчения веса в полете пришли к откладыванию есть. Зачем таскать с собой эмбрионы, да, в общем-то? Хотя их можно выращивать в гнезде, допустим, ну, что касается птиц, или в гнезде, там, у динозавров, у кокодилов, неважно. В условиях жаркого климата этот эмбрион дозревает во внешней среде, окруженной защитными оболочками, а именно такой был климат в мезозое. Тонкая, на прозрачной скорлупах предотвращает высыхание этого эмбриона и проницаемо для газообмена при дыхании эмбриона. То есть кислород поступает, углекислый газ выходит, эмбрион дышит, развивается внутри, как в утробе матери, ну, в такой вот искусственной колыбельке, в яйце. Питание размещено, и главное, можно много сразу яиц отложить, понимаете, много. В общем, хоть 20, хоть 30, а место в эмбрионе, так сказать, в утробе, в общем-то, ограничено, там уже 30 сразу как бы не поносишь. Питание размножение, тем более птицам, которые таскают всё это на лету. А если ещё кто-то ударит там о ветку свои, эти самые яйца, извинить за выражение, так может погибнуть всё наследство. Питание размещено в желточном мешке отхода жизнедеятельности в первичном мочевом пузыре алантоисе. При помощи алантоиса происходит дыхание эмбриона. Ногти превратились в когти для удобства схватывания добычи. Это очень тоже, опять-таки, адаптивно и приспособительно. Исчезли зубы по причине невостребованности. Ну, это у предков птиц. Хищные птицы заглатывают добычу целиком и разрывают на части. Ну, семенные, понятное дело, там щёлкают и так далее. В прошлом существовали зубатые птицы. Ихтиорнисы, гиспиорнисы не связаны с современным родством. Никаким образом не связаны. Вероятно, у них сохранились зубы для удобства схватывания скользкой морской добычи. Потому что, ну, вот, например, гиспиорнисы рудиментарными крыльями, они ещё очень хорошо плавали. Птицы происходили много раз от разных постчеловеческих предков. Не было единой птичьей родословной. То есть здесь вот видно протоависы, о которых Курочкин, доктор биологических наук, сотрудник Пена, говорил, что это вот первые птицы, но его мало кто слушал. В 225 миллионов лет датируется протоавис, археоптериксы, которые 150-180 миллионов лет, кунфациорнисы, эненциорнисы, ихтиорнисы, гиспиорнисы и так далее. И, может быть, те, кого пока не удалось обнаружить в ископаемом состоянии. То есть птицы многократно появлялись от постчеловеческих предков. Это подтверждают данные палеонтологии. Мы здесь видим, что вот настоящие птицы верохвостые, конфуциорнисы, ихтиорнисы, гиспиорнисы, эненциорнисы и хищные динозавры, археоптериксы, которым, в общем-то, археоптерикс хищникам принадлежит, они, в принципе, в разное время появляются в палеонтологической летописи. Если говорить в целом о классе птиц, то адаптация к полёту организмов бывших людей состояла в основном в уменьшении массы тела и веса. Нелетающие птицы, напротив, увеличивали свой размер вес, но происходило это вторично, явно вторично. Это можно утверждать, что адаптация к полёту птичьих предков, потерявших разум, значительно переделала скелет человека в скелет птицы. У птиц появились полые кости, что значительно сократило вес организма. Ну вот мы здесь видим, человек тяжёлый, птица лёгкая, потому что птицы, они имеют вот такие вот полые кости, которые вот такими тяжами соединены, и дополнительная прочность у костей возникает. Кроме того, необходимость в постоянных взмахах рук бывших крыльев создало предпосылки для сращивания ключиц. Образовалась вилочка. Ну вот здесь не видно, но вот она вот так вот охватывает шею. Это зуб вырос, желудка, в общем так, куда складывается-то обтобычий, там, так сказать, переваривается. И молока нет, и, понятное дело, выкармливать вот это молочко птичье, они, значит, отрыгивают уже полупереваренную пашицу, выкармливают детёныши. Поэтому появилась от полёта выдающаяся вперёд грудниница. Ну вот если кто-то видел человеческий скелет, у нас есть такая грудная грудина. Вот к этой грудине мощные грудные птицы, мышцы, а у кого-то не мощные крепятся, да, вот эти вот. В принципе, они очень хороши, эти мышцы, когда ты летаешь. И вот ты же всё время летаешь. И вот они тренировались, эффективный полёт был. И, в общем, самые мощные у птиц грудные мысли, опускающие крылья, они здесь появились. Именно поэтому. И потребовался рычаг, мощный рычаг, к чему-то они должны же крепиться, эти крылья. Грудина, конечно, у неё появился киль, который выдаётся вперёд у многих птиц, очень хорошо это видно. Здесь мы видим элементарную адаптацию организма к постоянным движениям руками, взмахам будущих крыльев, которые выявляют появление вспомогательных структур киля, укрепление грудной клетки также произошло. Она стала монолитным цером, поддерживающим мышцы рук и создающей для них более эффективные рычаги. Ну и понятно, что, в принципе, на груди мы видим вот эти вот грудные птицы, вот это вот как раз грудная мышца. Вот вы у человека можете сравнить, а какая у птицы? То есть это вообще титан, качок, качок мощнейший. Вот, но качок маленький и, так сказать, с полыми костями, и, в общем, очень хорошо приспособленный. Птицы перестают дышать при помощи движения грудной клетки, и диафрагма, как это делает человек, у них грудная клетка постоянно расширена. Это увеличивает приток воздуха во время полета, чтобы создавать мощный каркас для движения крыльями бывшими руками. Грудные ребра оказываются скованы крючками. Ну, вот тут плохо видно, есть такие крючки, которыми цепляются ребра друг к другу. Адаптация бывших рук к полету создает вот такую вот конструкцию, которую имеют уже птицы. Крылья опираются на воздух в полете. Это понятно, и здесь мы видим пример адаптации. Для полета крайне важны маховые крылья пера. Часть из них крепится к кисти, другая часть крепится к предплечью. Причем крепится к костям сразу, это тоже очень важно. В ископаемом состоянии обнаружены оперённые динозавры, то есть они мощные. Если обрезать маховые крылья, то птица, перья вернее, они летать не сможет. Не может летать, потому что... А перья они ещё, ну, а перья чуть попозже, значит, указывает на то, что перья возникли в качестве адаптации при быстром беге и преследовании жертвы. То есть найдены... Ну, раньше говорили, вот когда я учился, что вот, да, птица, это адаптация к перьям и так далее. А потом вдруг нашли, ну, и стали находить там ископаемые формы таких уже динозавроподобных с перьями. И вот их сейчас достаточно много найдено, и стало понятно, что адаптация эта появилась и у динозавров, быстробегающих, ну, в качестве такого примера. В принципе, как это могло произойти при быстром беге, преследовании жертвы или, напротив, убегании от хищников каждого в качестве воздуха и влагоотталкивающего фактора это все произошло. Иными словами, предки птиц, вероятно, не забирались на деревья, перепархиваясь ветки на ветку, это гласит древесная версия, которая была популярна в советское время, постсоветское, ну, и сейчас у многих популярна. А быстро бегали подобно небольшим хищным динозаврам. И адаптация как раз, она, в общем-то, и прошла таким образом. Небольшое теоретическое ответвление. Эволюционисты совершенно необоснованно объединяют степенью родства животных, имеющих сходные формы адаптации. Например, грузуны у них имеют общего предка, копытные имеют, по мнению, также общего предка. Это совершенно неправильно, как я считаю. Все, на самом деле, множество видов получали свои похожие адаптационные признаки совершенно независимо друг от друга, приспосабливаясь к похожему образу жизни. Это касается птиц и хищных динозавров. Иными словами, как утверждают эволюционисты, динозавры, быстро бегающие даже в перьях и с вот такими вот перьями, они не являются предками птиц. Хотя это, в общем, утверждают эволюционисты. Само наличие быстро бегающих и даже летающих динозавров, ну, типа как археоптерикс, не свидетельствует о том, что птицы произошли от динозавров или даже, как говорят некоторые эволюционисты, являются дожившими до нашего времени изменившимися динозаврами. Ну, так в популярных клишках по палеонтологии пишут, динозавры не умерли, они живы. Все говорят, как дети? А вы, посмотрите, голуби там у этого самого окна гуляют. Вот это динозавры детям. Ну, такие какие-то сумасшедшие палеонтологии. Но они, вообще-то, они все сумасшедшие, потому что они верят в естественный отбор, которого не было никогда. Развитие специфической птичьей мускулатуры конечности указывает на действие естественного, не на действие естественного отбора, а на адаптацию к новому образу жизни. То есть упражнения, адаптации, ну, вот если мы будем махать крыльями, ну, естественно, без разума, то постепенно организм начинает включать определенные там вещества, определенные накапливаются, все это, так сказать, суммируется. У нас увеличиваются органы, которые нам нужны. А здесь увеличиваются органы, которые, вот птица сидит на ветках, у нее тоже сам сухожилие появляется. Это почти автоматический процесс. Птица садится на ветках, у нее автоматически лапы схватываются. Вот, то есть это автоматика, практически, сухожилие. Ну, вот так мускулатура выглядит птичьей. Перья образуют единую плоскость крыла, так как они сцепляются друг с другом, при помощи небольших крючочков. Вот эти крючочки здесь видны. То есть это единая плоскость крыла. Что такое перья? Это кожа. Это кожа, не чешуя рептилий, а именно кожа. Наша, может, человеческая кожа превратится в перо. Вот, об этом мало кто понимает, но, тем не менее, знает, перья появились у бегающих плит. Ну, то, что я вам сказал, терморегуляция еще, видимо, играла немаловажную роль, потому что надо было в условиях этого климата, как бы... Ну, и, конечно, она стала бы выполнять важную роль в полете. То есть это роговые образования кожи. Кунтурные маховые перья рулевые, они, в общем-то, разделяются, но без них птица летать не сможет. Ну, вот моя бывшая, она поймала там поврежденную эту самую птичку, которая вот этого вот повредилось крыло, вот эти перья, вот они... Ну, видимо, машина переехала, или, может быть, ястреб-тереветник ее накрыл. Ну, в общем, она летать не может. Ты вот, она уже полтора, сколько... Года ее кормит в клетке, эту синицу бедную. В общем, пытаясь ее упускать, она вот так раз махнет и сразу падает. А у нее уже все срослось, но... Поэтому это говорит о важности вот этих вот перьев, и маховых, и рулевых у птиц. Она еще меня заставляла эту синицу кормить. Говорит, я на дачу поехал, а ты вот давай. Я две недели ее кормил, там семечки надо было еще уйти. И вообще, жутко, если все ногти обломал, значит, а потом еще она там целый конспект мне написала, как кормить, что поить, чего там ухаживать. Это надо на нее тратить там полчаса на эту синицу бедную. Ну, так, 40 минут в день. Просто, чтобы покормить просто. Ощелочать и семечки. Причем надо там... Ну, ладно, в общем, вот это вот снять, это семечко, это снять, а с боков оставить, чтобы у нее было развлечение самой вот клювиком. Там раз, 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 это ядрышко выколоще. В общем, все, кто-то, как говорится... Ну, вот нет у меня оппонента этого Каменева, который погиб вместе с Арыковым и Зиновьевым. Значит, он, конечно, должен был говорить, что птицы сотворены. Но вот не смог он, видимо, приехать. Хотя бы он грозился, что он сделает такой доклад, что птицы сотворены. У нас бы был такой диалог с ним. Ой, но диалог не получился. Поэтому получается монолог. У эволюционирующих людей появился хвост. Вот хвост очень интересный. Затем этот хвост переходит к настоящему полету и укоротился. Образовался пегастиль. Ну, что это такое пегастиль? Это сросшиеся позвонки, структура. Укоротилось 5-6 хвостовых позвонков. Они срослись. Вот этот сложный крестет образовался. Является прочной опорой для крепления рулевых перьев. И можно так, знаете, раз и эти рулевые перья вот так вот распрямить. И вот в полете там всем это маневрировать. Задница. И вот так вот. И садиться куда надо. Там на веточку или что-то. То есть, очень удобная адаптация. Хорошая демонстрация приспособления к полете. Маховые, рулевые. Ну, то есть, все нужно, все адаптивно. Но это не значит, что это сотворил Бог, и он задумал каждое перышко и прикрепил к этой птице пинцетом. И этот Бог с бородой сидел там с монокуляром, что-то прикреплял. Ну, я уже за камень его говорю, что Бог тут ни при чем. Но эволюционисты, конечно, тоже ни при чем с их дубовой идеей, что птицы произошли от динозавров бегающих. Вот. И что они там у нас гуляют. Вот тут крошками мы динозавров кормим. Эволюционисты утверждают, что птицы произошли от оперенных динозавров. Ну, это уже сказал. Да, найдены действительно вот такие формы. Ноги у динозавров были устроены иначе, чем у птиц, несмотря на их морфологическую. Ну, в чем отличие? Бедро птицы, оно практически горизонтально расположено, причем малоподвижные эти бедра. Они легкие поддерживают во время дыхания эти воздушные мешки, которых много. И, конечно, в общем-то, на это обратили внимание, что... А вот у динозавров, видите, как бедро стоит? Практически вертикально. То есть функция бедра, бедра, унаследованная бедро, и нога в целом, унаследованная от человека, она, в принципе, сохраняет морфологию, а функция совсем другая. Вот. А за счет чего они делают? За счет голеностопа, ну, не голеностопа, а освоение полета бывшими птицами привело, кстати, к... Ну, образовался новый сустав, противостоянию большого пальца на 180 градусов с остальными для удобства схватывания веток и опоры для перемещения по земле. Вот терапот, ну, то есть хищных динозавров, большой палец стопы явно рудиментарен. Вот он, первый палец на ноге, он рудиментарен. И вот стопа бывшего человека, как она превращалась в стопу птицы? Сначала голеностоп, сначала бегали на цепочках, на цыпочках, потом, значит, формирование, ну, потому что человек бежит, у него вес тела с усыду, очень быстрый бег, формирование нового межплюсневого сустава, вот тут вот, для удобства хватания пальцами ног уже, и исчезновение голеностопного сустава. А плюсневые кости, они срастаются, и образуется цевка. Ну, цевка, вот это кость единая у птиц. У птиц, в гораздо большей степени, чем у хищных динозавров, появляется хватательная стопа, у них не появляется необходимость схватывания ветвей для безопасного отдыха и наблюдения, как у птиц. Ну, вот уже сказано, что у птиц, они могут за веточку уцепиться и смотреть на тебя одним глазом. Ну, чего? Как одна знакомая, она, значит, сосиски несла в советское время и ворона в беретке такой красивой, а сосиски были открыты не в пакете, а в таком кульке, который делали бумажной, из серой бумаги. И вот она несла эти сосиски домой, и хитрая ворона взяла, значит, опустилась к ней на голову и схватила ее беретку и поднялась на веточку и села с этой береткой и зажала, значит, беретку в одной лапе и сидит, смотрит. А это, типа, отдай беретку, отдай беретку, и говорит вороне, вот, а она не отдает. Вот, она тогда берет эту сосиску, значит, отрывает одну и кидает в нее, говорит, ты, говорит, не ворона, ты свинья. Вот, значит, это, значит, эту сосиску схватила беретку и отдала, ну, в смысле, отпустила, беретка упала, значит, все отдал. То есть, хитрая сволочь, хоть и летучая. Вот, ну, ладно, это отвлекся, хищные динозавры опирались на пальцы при ходьбе. То есть, динозавры такие вещи уже, конечно, не смогли сделать бы. Многие у них находились под тазом, под тазом, поэтому их и называют звера, как бы, ну, такие вот, это делало их похожими на способ передвижения смлекопитающих. И тераподы с латыни переводится, как звериные ноги. Птицы передвигаются, ну, тераподы, это хищные динозавры. Птицы передвигаются иначе. Роль своеобразного колена, но сгибающегося назад, у них как раз представляет вот эта цевка, сустав между цевкой и голенью. то есть, условно говоря, там, где располагалась у человека пятка. Пятка. А вот это вот у птиц сросшиеся плюсневые кости. А вот это вот пальцы, которые лежат на земле. Вот. То есть, как бы, в деталях, когда начинают вникать, все оказывается выясняется. И пальцы, терапод при передвижении по земле опирались на землю лишь частично. То есть, они были пальцеходящие, динозавры. Вот. Большой пальцей, трогиментарный, который торчит, практически полностью птицы опираются, эти пальцы, на субстракт. Это различие, которым пренебрегают эволюционисты. Они этого не видят в упор. И своетое лдычит, что голуби это динозавры. У динозавров и птиц шейные позвонки значительно различаются. Это другое отличие. У динозавров они двояко вогнутые, вогнутые с одной стороны, выгнутые с другой. Птиц шейные позвонки седловидные, выпукло вогнутые с обеих сторон. Вот шелк, кстати, недавно нашел позвонок птичий. Это позволяет птицам значительно увеличить гибкость шеи. Кроме того, у птиц количество позвонков увеличивается в такой же степени. Ну вот эволюционисты, доказывая происхождение птиц от аэропот, указывают на редукцию малой берцовой кости. Вот это вот в эмбриональном состоянии видно, что у нас на ноге малая и большая берцовые косточки. Они важную роль играют, чтобы мы ходили прямо. На самом деле, эффект редукции будет еще больше выражен, если допустить птицы потомки бывших незазоевских людей. То есть, не от... редукцировать не от этих вот, не динозавров, бегающих, а от людей. Ну, в свое время появившихся на Земле давно, конечно, 252 миллиона. Освобожденное передвижение руки птиц является хорошей возможностью превратить их в крылья, увеличивая специализированные на них перья. Умение складывать крылья появилось, ненужные передвижения по Земле появились на основе анатомии и физиологии опять-таки бывших рук. У многих хищных динозавров, не освоящих полет, руки ирдюментировались до небольших бесполезных придатков. Ну, вот мы здесь видим что-то такое типа тиранозавра или что-то какого-то другого хищного, и у него, видите, два пальца. Остались и маленькие рудиментарные ручки, которыми, ну, практически ничего не сделаешь, они для чего не нужны, просто некие такие рудименты остались. Вот что происходит с бывшими людьми, которые пренебрегли доводами разума. И так у птиц адаптация к полету появилась двойное дыхание, птицы тратят многие энергии во время полета. Опять-таки адаптация, легкие они и при вдохе, и при выдохе заполняются. Это требует машущий полет, активная работа крыльев во время полета, поэтому сердце птиц бьется чаще, температура у них выше у птиц, чем у человека. И, понятное дело, метаболизм происходит более интенсивный. Таким образом, мы видим, что организм птиц вторично приспособлен к полету адаптации возникали изменения птичьего облика. Адаптации приспособления сравнительно быстро по масштабам геологического времени происходили небольших, быстро изменяющихся популяций бывших людей. После того, как адаптации происходили, птичий организм к новому образу жизни полету, изменчивость организмов резко стабилизировалась. И птицы приобретали знакомый нам облик, сохранившийся практически неизменным на протяжении миллионов и даже десятков миллионов и, ну, не скажу сотен миллионов, но десятков миллионов лет. Эволюционисты выдают желаемое за действительное, когда пытаются декларировать, что у птиц были четвероногие, примитивные, рептильные предки, и вот так нам показывают, что на самом деле так не было. Мифологический естественный отбор не мог выбирать птиц по столь многим разным признакам, в конце концов образовав самодостаточный устойчивый класс позвоночных. Эволюционное учение о происхождении птиц это обычная подгонка фактов под заранее нужную гипотезу, ну, или теорию естественного отбора. У птиц на самом деле это просто априорная такая, как бы, подгонка фактов. У птиц гораздо более развито зрение, чем у человека. Многие птицы имеют яркое неповторимое оперение, они поют на разные голоса, им крайне, почему это происходит? Это тоже адаптация, им крайне важно через особенности внешности, специфики воспроизведения звуков обрести полового партнера при общей высокой мобильности. За листвой ничего не видно, в общем, птичья песня видна, в этом проявляется приспособительный эффект. Вот, а не от того, что они радуют Бога своей окраской, или что Бог наградил попугая, или там синицу, или каких-то там такой симпатичный, Бог возрадовался, когда он увидел, что птицы, попугаи такие красивые, и сказал, что есть это хорошо. Вот, и было хорошо. Вот, ну, на самом деле у предков птицы исчезли голосовые связки, да, человеческие, они бы уже ничего не сказали, вообще, кто их предки, а если бы они знали, если помнили, память отшибла, всю память отшибла, хоть и умные некоторые вороны, попугаи, они извлекают звуки совсем иначе, чем человек, во время пения у них вибрируют верхние отделы бронхов, вот здесь показано, то есть резонаторы, поэтому одна песня может накладываться на другую, что создает полифоний звучания, то есть они могут сразу две мелодии, три мелодии, ну, и кто, у кого там чего-то осталось, так сказать, наверху, они тоже могут к этому присоединять, песни очень сложные, чтобы выделить свой вид своего полового партнера, из многообразия певческих сигналов, которые, ну, зашли в весенний лес, каких только птиц там сразу не поют, они сразу все поют, и надо найти своего, своего, да, вот среди многообразия, вот по этой индивидуальной песне, которая создается этой полифонии, они находят таким образом своего, таким образом организм бывших людей преобразовался в столь непохожий на человеческий организм птиц, ну, и вывод какой, таким образом на примере птиц мы видим, как организм бывших людей, потерявших разум, приспосабливался к очень необычным условиям существования, многие из этих приспособлений имеют, еще раз подчеркну, независимый от других источников приспособления к полету, например, сиденье на ветке, пение, ухождение на земле, феноменальная подвижность шеи, терморегуляция, там, и так далее, перья, ну, в общем, можно долго перечислять то, что я вам говорил, естественный отбор не мог в случае с птицами выбирать наиболее приспособленных особей и популяции создавать такие условия, чем не приспособленные. Приспособления шли сразу по нескольким линиям. Организмы всех особей, входящих в популяцию, должны были одновременно и достаточно быстро по масштабам геологического времени приспосабливаться к новым условиям жизни, передавая полезные изменения наследника. Только так могли появиться это изменение у птиц. Ну, и понятно, что идея сотворения, она тоже здесь терпит сокрушительное фиаско, не только эволюционизм, а и теория сохранения, а сотворения. Из сказанного можно, ну, на примере птиц, из сказанного можно сделать еще один более общий вывод, который касается организмов людей уже. У организма человека существует огромный потенциал адаптивной изменчивости, который включается именно в экстремальных ситуациях. Например, при потере культуры разума речи этот потенциал не дает организму бывшего человека погибнуть, активно преобразовывается организм, включаются нужные изменения, гипоталамно-дефресарная ося и так далее, для выживания системы органа тела. Все это происходит, и на этом я должен завершить свой доклад, если какие-то вопросы, очень коротко я могу на них ответить. если нет вопросов, тогда продолжим дальше. у меня к вам два связанных вопроса. Первый вопрос это деграданты совмещались ли с теми, кто развивался и эволюционировал. Это раз. Можно ответить. Рядом, да, это первый. Я сразу отвечу, а потом второй. Дело в том, что, по моему мнению, никто не эволюционировал, это большой эволюционный фиг, на мой взгляд. Как в 19 веке верили в теорию сотворения, что птицы и люди, они были сотворены всемогущим богом с бородой. Александр Иванович, давайте уберем или с эволюцией, а просто тех людей, которые жили тогда, те, которые не деградовили. Сейчас я договорю. Я считаю, что вдруг появилась теория эволюции и все стали верить в эволюцию. Это просто феномен массового сознания или массово бессознательного или коллективного, я уж не знаю, там, помешательства. Но все верят во что-то. Некие такие вещи. С простому рабочему разбираться с этими там органами и системами в общем особо желания нет. Он просто верит. Он делегирует свои полномочия ученым, которые все знают и о птицах тоже. В общем, они разберутся. Он им верит. И вот эта вера, простая человеческая вера вас подводит. На самом деле мы можем верить и в Бога, и в эволюцию, и в черта Рогатова, и в кого угодно. Но это нас как бы лучше не делали. То есть, так же жили они одновременно? Нет. Я считаю, кто они одновременно? Я вас забыл о вопросе. Это жили ли деграданты одновременно с теми, кто не деградировал? На планете одновременно вряд ли. Почему? Я так считаю. Потому что те, которые не деградировали, они начинают испытывать некие чувства нехорошие деградантам. Они их начинают отстреливать, как снежных людей. Они видят в них конкурентов. Почему? Ну, допустим, неандертальцы, да? Вот кроманьонцы здесь появились на планете, предки кроманьонцев. И, конечно, неандертальцы для них были двуногими зверьми, которых надо отстреливать, потому что они каннибалы, они какие-то там воруют девочек, женщин воруют и так далее. Поэтому, конечно, какая? Когда есть как бы цивилизация, она начинает подтягивать деградантов. Вот мы облагораживаем каких-то аборигенов и так далее. То есть делаем их лучше. Пигмеев облагораживаем, бушменов облагораживаем. Если вот те как деграданты, они появляются в результате, в результате, как вы говорите, некой диспозиции. Диспозиции разума. Да, то есть помутнение, помрачение разума. Ухочение. Это процесс такой свободный, плавный, совершенно бессознательный. Человек входит в зону тропического леса, много плодов, много фруктов, работать не надо, думать не надо. В общем, это само собой происходит. имеется ли здесь конструктивно, ну, так сказать, возможность, на ваш взгляд, возврата назад определенной части из деградантов? То есть, чтобы они могли вернуться, подняться снова. Я думаю, это исключено в отношении позвоночных зверей. Вот в уголке Дурова долгим и упорным трудом пытались из медведей, собак, енотов, лисиц и прочих, надевая их в человеческие платья, выделить то человеческое и заставить их эволюционировать. Я уж не говорю об обезьянах. Был, например, в обезьянном питомке сухомском такой эксперимент, когда макак привазывали смирительными рубашками руки, они вынужденно на двух ногах ходили. Три месяца они ходили, потом у них сильнейший стресс, кровоизлияние и все такое прочее. То есть, они не стали двуногими, не превратились в зверей, но такие эксперименты все время проводились. Они показали, что невозможно из обезьяны сделать человека. Она уже того, уже перешла грань Рубикон, когда человеческая, то есть, у нее эта зона даже атрофировалась. Вот у орангутанов видно, что логическое левое полушарие, оно больше, но вот зона Брока, зона Верники, которая за логику, за понимание речи, за эту речь отвечает, они атрофировались, они есть как бы там, но орангутаны, извините, не пользуются речью, они не понимают эту речь, там же сложнейший процесс модуляции голосовых, формирования речевого сигнала, понимания этого сигнала и так далее. То есть, у них рудименты этого есть. Вот, самое-то, поразительное. Это как раз и говорит о том, что обратной дороги нет. Ну, давайте короткие. Можно ли все-таки продолжение этого вопроса? Есть все-таки версия, что, во-первых, люди во сне летают, во-вторых, куда? Летают во сне. А, во сне, это прекрасно. Во-вторых, в литературе произведения классики, что я не помню, чайка, да? Чайка, да. Героиня говорит, вот я полечу, полечу, я уже полечу, я уже полечу, и так далее. Вот. А, в третьих, в нашем языке очень много слов сохранилось, место съездов, там, где мерзкие взлеты, в архитектуре пролеты, лестничные, пролеты, там, где летают, в скелете остались, там, где позвоночник, где лопатка, и где здесь какие-то связанные с летательными моментами, вот прямо там. Там ничего не осталось. На латинском языке, если перевести, это что-то за все. Но это домыслы, на мой взгляд. Лопатка и ключица, они крайне важны для биомеханики рук. Но это не рудименты крыльев, как некоторые говорят, лопатки, это то место, где крылья были. У наших лет. Нет, нет, лопатка, она типа человекоменошна. Она мечтала. Без лопатки мы не можем вот эти вот все движения делать. И в древности... Это ключично, это же сустав плечи. Да, в древности много было экспериментов, когда люди приделывали искусственные большие крылья, и полетели. Кому-то удавалось, кому-то не удавалось. Ну, в общем-то. Ну, всем удавалось. По сути было масса. Почему только сейчас не полетали, да? Вот приделывал крылья и полетел. Чтобы человеку... Воспоминание о том, что... Нет, послушайте. 70 килограммов человеку приделать крылья. Это, знаете, надо крылья по 5 метров, чтобы эти крылья только поднять. Ну, вот был там, который с башни этой французской как он там, этот француз, но не с крыльями, а с этого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok